Есть риск того, что Национальный банк потом сам же, зная логику работы Национального банка, если случится чудо и все-таки примут решение в суде первой инстанции, примут решение в мою пользу, то Национальный банк вполне может сам заявить, что решение недействительное в силу того, что у представителей была недействительная доверенность. Я еще раз говорю, вопрос печати. Вроде бы со стороны обывателя это мелочь, со стороны юриста уже с юридической стороны дела это очень серьезно. Это вопрос, насколько действительно и правомощны документы, заверенные гербовой печатью. То есть гербовая печать уже год не соответствует требованиям законодательства. Был на больничном, принесли уведомления, по выходу из больничного я узнал, что я сопрощен. То есть лежал в больнице, не мог ходить, была сложная операция на правом коленном суставе. После наркоза, отходил от наркоза, принесли уведомления об увольнении, при том там текст уведомления был тоже весьма-весьма интересен. То есть меня уведомили о том, что мои должности сокращают на основании сокращения. Затем уже по выходу из больничного со мной расторвали трудовой договор на основании сокращения численности из штата работников. Я еще раз говорю, штатная численность центрального аппарата увеличилась с 811 до 858 единиц. Это согласно информации, которую все-таки удалось вырвать у ответчика. Ответчик говорит, что было сокращение численности из штата работников. Ну, извините, вы представьте математические доказательства того, что 811 больше 858 финансистов, по идее, должны уметь считать. То есть это смешно. Это просто смешно. Основание, значит, меня уволили. А, на основании этого самого уведомления, которое, в принципе, не носило признаков, идентифицировалось как документ Национального банка. То есть непонятно, о чем уведомили, непонятно, на каком основании. Второй момент, это, конечно, статья под пункт 2 пункта 1 статьи 54, то есть сокращение численности или штата работников. То есть это право работодателя, которое возникает в случае действительного сокращения численности или штата. То есть основание недействительное. Третий момент, меня вот здесь еще интереснее. Значит, меня указывают норму права, которая связана с выплатой компенсации месячной. То есть они, видите ли, уволили меня в связи с тем, что работодатель был обязан произвести выплату компенсации. Ну, здравствуй, нормально. И на основании какого-то предложения, которое также, опять-таки, я говорю, не носило, не идентифицировалось как документ Национального банка. Александр, для меня это подарок судьбы. Объясню. Мы работаем оба начальниками управления департамента, единого департамента управления и развития рисками. Получается, чтобы избавиться от меня, руководство предприняло объединение наших управлений. Я полагал, что, как бы, представляя фиктивность каких-то своих действий, так как сокращение штата я изначально знал, что они не сделают, не будут же бегать президенту республики Казахстан и просить, чтобы из-за кочербаева-балжана сократили одну должность в Национальном банке. Но я предполагал, что, значит, в объединенном управлении поставят Юрина. Однако-таки, когда я узнал, что 13 марта уволили и Юрина тоже, я просто был в шоке, так пребывал незначительным. Но понимал их. Понимал, почему. Потому что вот это систематическое нарушение, оно уже более четырех лет происходит. И она, в свою очередь, также, если обратиться к Генеральному прокуратуру, то лишний раз убедитесь, что в 2010 году, когда проверка Генеральной правовой прокуратуры проводилась в всей системе Национального банка, были обнаружены многочисленные правонарушения, в том числе коррупционного характера. Эти нарушения продолжаются. Выход Национального банка с государственной службы как раз-таки означал причиной того, чтобы избежать лишнего контроля со стороны агентства государственной службы. Получается, Марченко и его, значит, подчиненные, чтобы избавиться, якобы создают о том, что идет сокращение. Сокращение проводится в отсутствии самого указа президента. Сокращение председатель Национального банка не имел права проводить, потому что это не входит в его компетенцию. Как я вам ранее указал, есть правление Национального банка, которое входит в его обязанности не принимать решения, а подготавливать проект о оптимизации сокращения численности штата и работников Национального банка. И этот проект потом идет на согласование в администрацию президента, где уже президент принимает решение окончательное проводить сокращение или нет. То, что в 2012 году было, это элементарное было изменение организационной структуры. Я так полагаю, что человек может только помешать, когда соблюдает законность действия, тем людям, которые в своей деятельности руководствуются незаконными деяниями. А кому могли помешать? Руководство в курсе. Я все безобразия вплоть до председателя Национального банка доводил.